Доброго всем утра! Сегодня у нас 29 сентября 2023 года. В Харькове продолжаю свой видеодневник. Сейчас еще пол девятого утра. Я бегу. Вернее, уже возвращаюсь домой. В общем, бегала по делам. Это вообще какой-то такой стал в последнее время. Плотный график жизни. Постоянно куда-то бежишь, постоянно что-то делаешь. Постоянно. Как-то раньше, до 2022 года, я жила более размеренной жизнью. У меня и выходные были. У меня не было вот так вот, чтобы я куда-то постоянно бежала, как белка в колесе. Не знаю. Наверное, сейчас такая жизнь. Мы все время бежим. А время, кстати, течет, я заметила, совершенно по-другому. Я думаю, все в курсе того, что у нас не 24 часа в сутках, а совершенно по-разному это происходит. В общем, кто не знаком, почитайте об этом. О времени. Я сейчас не буду об этом говорить, потому что у меня очень всегда мало. Буквально 10 минут я снимаю свои ролики. Я вам хочу рассказать удивительную историю просто. Я только вчера это поняла. А, кстати, кто спрашивал по поводу каштанов? Сейчас мне много перескочило. Я думаю, по какой дороге мне пойти, потому что там что-то сверлят, чтобы было слышно мой голос. Кто спрашивал по поводу, можно ли съедобные или у нас каштаны? Можно ли их употреблять в пищу? Нет, это не съедобные каштаны. Это не те каштаны, из которых готовят блюдо, запекают. Нет. У нас каштаны... Вот везде все сверлят. Сверлят, ремонтируют, в общем, делают. Болгарками идут ремонты, но ремонты идут... Это не от государства, это кафе, магазины, рестораны за свой счет все открывают. Так что... Ну, везде идут ремонты. Ну, в общем, каштаны несъедобные. Каштанов много, но больше всего их в Киеве, естественно. Но в Харькове тоже очень много каштанов. А вот насчет Киева написал мне недавно один человек, вчера, по-моему, то, что вот он сделал такой сравнительный анализ как в Харькове и как в Киеве. И обратил внимание на то, что Харьков значительно чище, ухоженнее. В общем, есть много плюсов. Парки, естественно, самые красивые у нас. Это не в обиду сказано киевлянам. Ни в коем случае не подумайте, что я хочу кого-то обидеть. Киев прекрасный город. Вообще все города хорошие по-своему. Здесь вопрос, наверное, к властям. Потому что, естественно, в столицу идут самые большие вливания из бюджета. Это так было и до 2022 года, и до 2014. Естественно, в столицу идут больше всего денежек. Ну, почему не благоустраивают парки, не делают красоту, я не знаю. Я на этот вопрос ответить не могу. И это вопрос не ко мне. Но действительно, очень многие пишут, что Харьков очень ухоженный город по сравнению с другими городами Украины. И так началось у нас, так было, естественно, при предыдущем мэре. Он очень много сделал для Харькова. Все отзываются о нем только в положительном русле. Но, естественно, это все нужно поддерживать, чтобы... Ну, учитывая то, что началась война и много разрушений, это все, короче, очень больно и грустно. Я вам хотела рассказать о другом. Вот 27 число. Все знают, крестовоздвижение, да? Змеи выползают. Нельзя ходить в лес, нельзя ходить по траве, потому что змеи выползают, особенно рядом со своими норами, становятся агрессивными. И... И что я вам хотела об этом рассказать? А то, что... Мы вчера, получается, 27-го змеи выползают, мы так особо никуда не ходили. 28-го мы с Амираном вчера случайно Амиран меня повел не по той дороге, по которой обычно, а по другой. И мы нашли вот эту шкуру змеи. Мне очень многие написали в комментариях, то, что нашедшего шкуру змеи, ну, в общем, тому, кто найдет, тот, кто нашел шкуру змеи, его ждет большая удача. У меня такое в жизни впервые. Я об этом немного посчитала, и что же... Мое удивление, знаете, каково было? Эту шкуру надо забрать. Особенно, если это случилось вот на следующий день, как раз после 27-го, 28-го, эту шкуру обязательно надо забрать. Ну и сейчас я буду проходить то место. Пошла я, в общем, искать палку, и обязательно заберу змеиную шкуру. Я думаю, это не просто так, а учитывая сложившуюся обстановку, удача нам обязательно пригодится, чтобы выжить. Так, я нашла вот такую вот палку, и сейчас иду забирать шкуру, потому что там по кругу палок нет. Так, вот она моя шкурка. Я даже не знаю, что мне делать. Перелезть туда, не перелезть. Как мне это достать? Там, наверное, змеиная, кстати, нора. Близко бы туда нежелательно было залазить. Очень хочется забрать шкуру. Сейчас опять, ребят, не пишите то, что я сумасшедший человек. У каждого у нас свои странности. В общем, что вы думаете? Я перелезла. Я надеюсь, на меня не выползут змеи. Ладно, я выключаю камеру. Я сейчас аккуратно, чтобы быть бдительной. Забираю эту змею. Смотрите, я достала. Она очень длинная. То есть, получается, она у меня разорвалась. Она вот такая вот была. Видите, да? Она длиннючая. Но это же еще не все. Сейчас я вам покажу. Вы будете вообще в шоке. Там же остался от нее кусок. Во всей видимости, там живут змеи. Видите? Сейчас. Вон он. Остался кусок большой. Он туда уходит. В общем, там змеиная нора. Я, естественно, туда уже не полезу. Змея спустила шкуру и уползла. Так, друзья, не забывайте поставить мне лайк. Подписаться на канал, кто еще не подписан. Мне будет приятно ваша подписка. Впереди у нас еще всего много-много интересного. А это теперь у меня на удачу и на оберег. В общем, иду уже домой по-быстрому. Надо взять Амирана, пойти погулять. Я свернула тут. Она такая вообще прикольная, эта шкурка. Ну, как бы я видела тысячу раз, изделия были из шкуры змеи. Но то, что когда полностью, да, шкура содранная. Жалко, конечно, мне змеи, честно говоря. Не стоит ради сумок и обуви убивать змеи и крокодилов. Я так считаю. А вот так вот спущенную шкурку я вообще никогда в жизни не видела. А вы видели? Напишите мне в комментариях, находили ли вы за свою жизнь спущенную шкуру змеи. Не забывайте, что это все произошло в самом центре города Харькова. Этим-то это и удивительно. Я за такими событиями забыла вам совершенно рассказать об обстановке. Значит, рано утром была воздушная тревога сильная. Потом минут через 30 или 40 опять воздушная тревога сильная. В общем, разбудили тревоги. Мы все рано встали. Я сварила овсянку сегодня. Всем. Все завтракали полезным завтраком, овсяночкой. И это правильное у нас... У нас далеко не всегда правильное питание, но я стараюсь все-таки семью правильно кормить. Так, друзья, всем хорошего дня, хорошего настроения, мирного неба, крепкого здоровья. И не забывайте, все войны заканчиваются миром. Смотрите, сколько летучих мышей. Мы сейчас идем с Норой, уже вечер. Смотрите, какие мыши. Ой, спрятались. Вы видели нас. Вон они, вон они. В общем, здесь семья летучих мышей. Несмотря на то, что уже конец сентября. Может быть, вам на видео думается, что это птицы. Но это отчетливо видно, когда, я не знаю, камера передаст или нет. Это реально летучие мышки. Смотрите. Нора, смотри, какие красотки. Я обожаю летучих мышей. Не бешенство переносит. Хватит глупости говорить. Глупости? Это я представляю. Наши мыши не переносят никакое бешенство. Это наши мыши местные, харьковские. Думаешь, они не переносят бешенство? Боже, какая милота. Сейчас она чем укусит, заразит бешенство. Нора, ну хватит. Твои реплики совершенно неуместны. Я когда жила с родителями, сначала мы жили в квартире на предпоследнем этаже. И там бывало такое, что на балкон к нам залетали летучие мыши. В общем, это моя любовь. Я их обожаю. Они все-таки милые, особенно когда близко. Кому еще нравятся летучие мыши, пишите в комментариях.